Дневной разворот Евгений Питунин будет у нас в гостях, руководителем музея Вятского госуниверситета, краевед, журналист, историк. Евгений Альбертович затеял в Ботаническом саду проводить некие вечеринки с граммофоном. Настоящий проигрыватель, которому много-много десятков лет, и первая вечеринка уже состоялась. Вот как она прошла, какие планы Евгений Альбертович вынашивается на ближайшие летние недели. Там чуть ли не еженедельно это будет. Все это узнаем, да. Тема, предваряющая второй час, виниловые вечеринки в Ботаническом саду. В начале часа мы поговорим о том, какие меры, в том числе правоохранительные органы предпринимают в нашем городе, чтобы у нас в садах, огородах, на приусадебных участках не произрастали самые разные запрещенные растения. Каждое лето у нас кировчан предупреждают о том, в том числе полицейские, да, ай-яй-яй, вы следите за тем, что у вас там растет. Эти растения, наркосодержащие, да, их называют, они могут... Не будешь название растений называть, я так понимаю, да? Не буду, пусть полицейские сами озвучат. Хорошо, в избежание. Потому что там тоже какие-то ограничения ввели в последнее время. Каждый раз, каждое лето напоминают, следите за тем, что у вас там произрастает, и уж ни в коем случае специально эти растения не высаживайте, иначе ай-яй грозит большая ответственность. Я хочу сказать, я вчера поговорила со специалистом, вот специально не выращивайте, вот специальное выращивание, так называемое культивация этих растений... Культивирование. Культивирование, да, этих растений, прости. Может быть, тебе вменено, даже если это растение само произрастает на твоей клумбе, внезапно, случайно выросло, и ты эту клумбу поливаешь. То есть ты ее поливаешь, это значит, что ты культивируешь это растение, понимаешь? Или, например... Даже если ты специально его там не выращиваешь... Или, например, его случайно как-то ненароком прополол вместе с морковкой, луком или другими вполне себе приемлемыми растениями, да, это уже тоже считается, наверное, взращиванием, выращиванием. Да, конечно, ты же... Ладно, все подробности выясним во втором часе, в начале второго часа. Бедные садоводы, им тоже сейчас непросто. Да, выясним у представителя управления МВД по нашему региону. Управление по контролю за оборотом наркотиков. Вот, а в первом часе мы сейчас будем представлять наших гостей. Мы возвращаемся к этой теме. Про молодежную политику. Раз за раз, про молодежную политику. Это, конечно, странновато, когда, ну, для меня, по крайней мере, когда о молодежной политике говорят люди, которые из молодежи уже выросли. Я имею в виду, у нас с тобой. Но говорить мы будем с молодежью. Это я уже давно выросла, а ты-то еще ничего. Да, а в гостях у нас сегодня Роман Гараев, тренер по образованию в области прав человека, выпускник образовательных и тренинговых программ ООН и Совета Европы. Это важно, да, я... Ну, по ходу программы мы поймем, почему. Член молодежного экспертного совета приуполномоченным по правам человека в городе Москве. Роман, добрый день. Добрый день. И, надо сказать, что кировчанин. Да. Да, и Анастасия Воробьева, руководитель независимого молодежного парламента Кировской области. Анастасия, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, и еще из Перми к нам будут присоединяться гости чуть позже по телефону. Значит, говорить мы сегодня будем о событии, которые пройдет завтра, уже завтра оно начинается, да, и послезавтра. Это форум, такой неформальный молодежный форум, то есть неформальный молодежный парламент, неформальный молодежный форум, много всего неформального. А вы будете обсуждать там молодежный активизм и вообще, как активным молодым людям сейчас продвигать какие-то проекты, что-то делать, и при этом не нарушать закон. К чему стремиться, какие, да, в том числе приоритеты, цели расставлять, как взаимодействовать с друг другом. Что вообще интересно молодежи? Давайте будем говорить, да, подробно. Два соорганизатора, я так понимаю, в нашей студии сейчас, да? Да, все верно. Вот, все, рассказывайте. У нас там все с приставкой «не», неформальное, независимое, да, соответственно... Не конференция. Не конференция, кстати. Не конференция. Очень модно, кстати, сейчас, да. Хочется продолжить, и участие не обязательно. Это точно, кстати. Мы не призываем. Да. Ну, неформальное, неофициальное, это значит, без вот этих официальных речей, да, там, без галстуков. Паркеты не будет. Без встреч, без каких-то там обещаний, без приветственных слов со стороны и из уст руководителей всевозможных уровней, да? Планируется, что так, да. Давайте в общих чертах начнем, да, что это такое будет. Роман. На самом деле, идея о проведении данного мероприятия, она не нова, я думаю, что запрос есть не только среди кировской молодежи, но и среди коллег из других регионов, именно поэтому к нам присоединятся очно коллеги из других регионов, я не помню, сколько точно, больше шести регионов, по-моему, к нам приедет. Коллеги совершенно разные, кто занимается и молодежной политикой, и молодежной работой, и просто молодые люди, и, с одной стороны, мне кажется, это важно и ценно, что у нас будет межрегиональное взаимодействие, такой нетворкинг. С другой стороны, это показывает, что тема форума и сама проблематика молодежной активности привлекает внимание не только коллег из Кирова, из Кировской области, наших молодых ребят, но и из других регионов, поэтому это довольно важный момент, мы на него обращаем внимание, надеемся, что это позволит укрепить какие-то межрегиональные связи. Ну и в целом, говоря о тематике мероприятия, мне кажется, что эта проблематика стала актуальна ни сегодня, ни сейчас, а в целом, говоря о молодежной политике и молодежном активизме, многие вещи непонятны, не до конца ясны, чего стоит только упомянуть мысль о том, что у нас федеральный парламент не мог принять закон о молодежной политике больше 25 лет. И до сих пор были многие дискуссии, нужен он или не нужен, и после конституционной поправки, так называемой, у нас был принят федеральный закон о молодежной политике Российской Федерации. В этом смысле говорить о том, что это устоявшаяся сфера с какими-то подходами, которые незыблемы или которые абсолютно понятны, не приходится. Эта сфера только формируется в системном понимании, и она, наверное, требует какого-то мнения со стороны непосредственно молодежи, которая в этом задействована. И мы как раз хотим поговорить в том числе и про это, и хотим поговорить про локальный контекст, то есть местный контекст, в котором нам приходится работать, и людям приходится и выражать свое мнение, и формировать его. То есть не только про Кировский, а про местный контент у тех регионов, которые тоже будут участвовать. Из других регионов Привожского, Федерального округа прежде всего, хотя у нас будут коллеги не только из Привожского округа. И, наверное, мы хотели бы также поговорить и про региональный контекст и федеральный контекст, что вообще происходит, где кто участвует, в каких мероприятиях, какие запросы на проведение каких мероприятий. И чуть-чуть поговорить по возможности про международный контекст, а именно про какие-то практики, связанные с молодежным участием. То есть про какое-то международное сотрудничество, которое, как я понимаю, все-таки еще сохраняется. Пока да. В первую очередь речь идет о том, что молодежная политика — это не российское изобретение, это вещь, которая присутствует во многих странах, во многих регионах мира. И мы принимаем, в первую очередь, передовой опыт зарубежных государств и международный опыт. Когда мы говорим про молодежную политику, нужно понимать, что она относительно новое у нас явление, вот в таком понимании, как говорят федеральные законы и молодежные парламенты и тому подобное. И поэтому мы хотели бы посмотреть, какие тренды есть за рубежом, какие тренды сейчас в международной молодежной политике, они есть. У нас есть международная молодежная дипломатия, и это тоже интересный момент, хотя сейчас некоторое сотрудничество на время, оно заморожено. Тем не менее, какие-то проекты продолжаются по линии, например, СНГ, по линии там БРИКС и так далее. Мы хотим просто посмотреть на то, что происходит в этом контексте тоже, что можно использовать на национальном уровне и на уровне региональном. Потому что есть какие-то вещи, типа методических пособий, которые вполне ложатся на нашу местную основу, и они могут быть просто интересны с точки зрения достижения оптимальных результатов этой молодежной политики. Как использовать не только там те подходы, которые нам известны, привычны, традиционны, а как использовать те подходы, которые инновационны. Это много вопросов, это вот вопросы, например, образования, борьбы, например, с буллингом, школьным насилием. Я этим вопросом несколько последних лет занимался, мы даже пособие написали с коллегами, оно сейчас активно полномоченными по правам ребёнка, изучается в разных регионах. Как предотвратить, да, это явление? Как предотвратить, как заниматься профилактикой, как заниматься реагированием, выявлением и работой с лицами, которые уже пострадали, которые уже непосредственно подверглись этой школьной травле. И какая здесь роль в том числе молодых педагогов, какая роль их профессиональной компетенции в том, чтобы это и предотвратить, и работать с этим грамотно. Потому что не секрет, что зачастую это проблема не только отношений между школьниками, но это и элемент отношений с учителем. Можно ли ему доверять, сам учитель будет ли ребёнка булить, да, то есть травить и так далее, и тому подобное. Но это один из элементов, которые я просто привожу. Вопросов очень-очень много, и у меня в том числе. Я думаю, что на все эти вопросы мы будем обсуждать, и надеюсь, что это будет очень продуктивно. Потому что мы планируем, что эта конференция, это не форум, он закончится не просто какими-то разговорами, он закончится конкретными делами. Люди будут заниматься проектной деятельностью, и люди будут повышать качество жизни молодёжи у себя в регионе. А можно я задам вопрос, может быть он глупый такой, абсурдный, но вот Анастасия хочу, чтобы тоже присоединилась. Мы со мной уже долгое-долгое время, много-много лет здесь, в том числе в нашей студии, встречаемся с людьми, которые имели отношения и имеют отношения к молодёжной политике. И столько мы об этом раз говорили. Но вот честно признаться, я до сих пор для себя чётко и коротко не могу сформулировать, что есть в настоящее время молодёжная политика в Российской Федерации. Ну не могу, я вижу там десятки, сотни направлений, моментов, которыми надо заниматься, занимаются там. Но вот просто и понятно, я не могу себе дать ответ на этот вопрос, что есть в молодёжной политике. Вот человек закончил школу, да, юноша, девушка, пошёл в вуз или в среднеспециальное учебное заведение, закончил, пошёл работать, завёл в семью, и бац, он уже старик. И мимо него молодёжная политика вроде вся прошла. Это прошло, да. Для чего она, зачем она, что есть в молодёжной политике? Тут вопрос, я всё время говорю про заинтересованность власти, в принципе, вот в этой подструктуре, у нас же, тем более, сейчас и министерство разделилось отдельное, которое... Ваминистерство, да. С 1 сентября. Посмотреть, на что это вообще повлияет и повлияет ли. И вот сейчас упомянули форумы всероссийские, когда вот мы ездим туда и смотрим про смыслы, да, форумные компании, на которые в том числе от министерства средства выделяются и отправляются делегации. Вот с чем они приезжают, что полезного приносят, какие там смыслы заложены, в том числе вот закон о молодёжной политике, который с года в год обсуждался. Это мы про территорию смыслов говорим, вот про такие форумы, да, про молодёжную политику, и очень много, а Машук там и так далее. И вопрос-то, а зачем мы молодёжь собираем? Вот конкретно, если про этот не форум говорить, тут хотелось бы выхлоп от самой молодёжи, получить запросы, какие есть у них, если на образовательную программу вот про наше содержание поговорить, вот задачи первого дня. Все форматы молодёжного активизма, представителей в том числе которых мы соберём, хотелось бы понять, в каких условиях они живут, но понятно, что мы будем собирать, опять же, независимых ребят, которые сами вот в тех условиях, которые есть, без поддержки существуют, и вокруг них достаточно большие сообщества. Собираются ребят, как мне кажется, это правильно, когда задачи именно молодёжь выставляет, вот к министерству в том числе, и определяет вот эту повестку. А сейчас впечатление такое, что как бы, ну, средства какие-то остались, надо сделать вид, что молодёжная политика, она существует, и давайте мы вот какие-нибудь вещи будем проводить. Ну, это вообще вопрос про подход, у нас либо подход событийный, есть события, мы его делаем и забываем, да? А вот про это, кстати, много говорят, да, что бюджетно-молодёжную политику, он почему-то весь уходит в мероприятия какие-то, да? Соберёмся, вау, что-нибудь, да? Потому что нет инфраструктуры. Дайте какие-нибудь там средства на что-нибудь молодёжным организациям, и они вам организуют все эти праздники там просто так, бесплатно, да, что называется. Ну, жаль даже на само министерство наблюдать, как они работают, в каких условиях. Никто им большие средства на самом деле на их работу не выделяет, и вот вам на мероприятии как-нибудь разбирайтесь сами. И с одной стороны, и они должны требования свои предъявлять, что вот мы хотим это, это, нам молодёжь высказывает вот такие требования. Поэтому первый день хотелось бы максимум выявить, вот как у нас одна задача такая, построить портрет молодёжного активизма. Какие у нас есть болевые точки, какие есть форматы. Ого, об этом тоже хотелось спросить, а что есть молодёжный активизм для сейчас? Мы как раз, когда думали, кого приглашать, вот в том числе про официоз, стоит ли приглашать представителей там власти, представителей молодёжных парламентов, правительств, те, которые остались живых. То есть без парламента. Те, которые не разрушены. Да, хотя молодёжные приступы полномочистякают, у них же два года. Чтобы сравнить, вот есть организации около молодёжной, которые официально зарегистрированы, которые приближены к власти, какие-то получают средства, в том числе и грантовые, большие достаточно. А есть вот градация, когда ребята по интересам собираются для решения какой-то отдельной задачи. И вот их объединить, потому что в головах на самом деле у молодёжи много всего разного. У неё нет однотипных каких-то мыслей, что все одинаково относятся к молодёжной политике. У всех тоже, как сказать, планка разная. И поэтому их объединить и понять вообще, что у нас происходит в головах, это достаточно интересно. Ну и самим ребятам понять. И взгляды, в том числе политических, ребята разные будут. И вот про то, что мы говорили. Возрастные родные. Слушайте, так это же здорово. То есть это возможность в диалоге познакомиться друг с другом. И это нормально, когда молодёжь показывает, что у них уже формируются какие-то взгляды. Когда они уже многое прошли и к зрелому возрасту определились, это намного легче потом, в принципе, вот в этой сфере политической работы. А если про второй день говорить, как раз вот то, что мы соберём проблемы, как нарисуем вот эти болевые точки и их использовать для дальнейшего формирования вот этих проектов. То есть у вас второй день будет прям разбор вот этих вот проблем и то, каким образом... И социальные основы социального проектирования, и как возможно поменять складывающуюся картину на местном уровне, например, если вас что-то волнует. Ну давайте возьмём какую-то конкретную проблему. Я не знаю, вот у нас, смотрите, у нас почему-то всё время говорится, что молодёжи очень не хватает доступных программ приобретения жилья в регионе, и поэтому условно там, или зарплат не хватает, и поэтому молодёжь из Кирова уезжает. Ну вот она такая проблема, например, отъезд молодёжи из Кирова, не знаю, там из Костромы. В принципе, вообще будете обсуждать эту тему, да? Или это вообще не ваша тема? Я думаю, что это актуальная тема. Единственное, надо понимать степень возможности нашего влияния на решение этой проблемы. Понятно говоря, про льготные ипотечные кредиты, про льготные ипотеки мы повлиять на это вряд ли можем. Да вообще нужна ли она молодёжь и льготная ипотека? Есть разные, да, позиции. Есть разные молодёжь. И разная молодёжь, и разные позиции, и про квадратные метры, и про ставки, и так далее, и тому подобное. Да, если коллеги поднимут этот вопрос, мне кажется, это актуально, мы с удовольствием это обсудим. Давайте тогда ваш пример. Посмотрим, чем мы можем помочь. Нет, но вот как раз у нас есть часть программы, в которой мы планировали вот эти все разборы полётов обсуждать. Понятно, что есть градация проблем, допустим, там первое. Просто молодой человек хотел бы провести какое-то мероприятие, ему нужна площадка. Вот допустим. А если это что-то глобальное... Мероприятие имеем в виду с хорошими целями, оно миролюбивое. Да, да. Не что-то такое противозаконное. Вот, и градация к тому, что там вплоть до федерального закона человек хотел бы дойти, там что-то изменить. Опять же, мы должны вот как раз во второй день понять, на что у нас действительно есть силы. На что вы можете повлиять. Да, вот в таком составе, допустим, который соберётся у нас тут, здесь и сейчас. И что нужно сделать, если мы какие-то глобальные вопросы хотим решить, хотя бы план на будущее. Просто чтобы молодые люди тоже понимали вот эту мир-систему государственного управления, как оно работает и как оно к тебе отнесётся, если ты к нём с такими грандиозными идеями пойдёшь. Какие есть инструменты для влияния на... Чтобы никто не видал в облаках и что... Ну, на принятие решений какие есть инструменты. Да, да. Например, написать обращение, задействовать ресурс Российской общественной инициативы. Она работает? Ну, пока вроде да. Пока вроде да. Можно собрать необходимое количество подписей, и это подлежит обязательному рассмотрению в органе государственной власти. Можно попробовать устроить какие-нибудь слушания общественные, публичные, даже парламентские в региональном парламенте. Можно попробовать прийти, например, к депутату, например, и попросить его направить депутатское обращение или запрос и так далее и тому подобное. Например, такого рода. Но это инструментарий. А конкретно говоря о проблемах, я думаю, что проблемы самые разные, которые волнуют коллег, в том числе, например, как безопасно коммуницировать, какой выбирать язык, чтобы это было и грамотно, и корректно, и интересно. С одной стороны, то есть продвижение себя и своей повестки, а с другой стороны, чтобы это было... Коммуницировать с кем, Роман? Безопасно. С целевыми аудиториями, прежде всего. С кем? С целевыми аудиториями. А, поняла. То есть те, на кого, собственно, направлено... Направлено, да. Ваша работа. Например, если вы занимаетесь... Да, ваш объект. Да, например, или субъект. Например, если вы занимаетесь борьбой с тем же самым буллингом, да, например, или чем угодно в молодежной политике или в молодежной работе, да, продвижением каких-то конкретных вещей, все это больше про инструментарий, а конкретно содержательное наполнение привнесут наши участники, которые, я думаю, приедут с большим запасом вопросов, и они будут из этого чемодана доставать эти вопросы. То есть люди, которые приезжают к вам из других регионов, они приезжают не только как участники неконференции, но и как тренеры, как спикеры, как выступающие. И я так понимаю, что... Так, возрастное ограничение мы не сказали. 18 плюс возрастное ограничение решили мы поставить такое, потому что есть секции, которые для более младшего возраста, но поскольку оно должно быть общим, мы все-таки по максимуму возьмем. Будете ли вы обсуждать некие концептуальные, не побоюсь этого слова, фундаментальные, возможно, вопросы? Я сейчас буду как старичок-старичок говорить, но мне вот абсолютно ясна и понятна эта идея из нашего советского прошлого, да? Любое начинание будет успешным, если оно будет ложиться на определенные идеологии. Да? Понимаете, о чем я? Да, понимаю. Для начала нужно сформировать концепцию, да, то есть видеть четко перед собой цель, которая стоит двигаться, а потом уже ее наполнять конкретными вот этими звеньями, шажками какими-то, шажками, да. Как многие сейчас люди говорят, которые выросли при Советском Союзе, нет сейчас идеологии, да, к чему мы идем, к чему мы стремимся, какие мы приоритеты ставим, да, и поэтому у нас все кувырком, ничего не получается. Несмотря что подразумевать под идеологией, если мы говорим четкую проработку самой цели и ее представления, как мы идем, это одно, а когда, ну тут больше я, вот эта вот тема с идеологией, это больше про госаппарат и что там сверху, вот, ну это мое мнение, если вот идеи, ценности, которые мы в самом форум закладывали, мы же много думали над названием. Да, мы очень долго дискутировали. Молодежный активизм между имитацией и конфронтацией, как бы вот как раз, что есть в реальности и с чем молодежь сталкивается, вот имитируя вот эту всю бурную деятельность и с чем на самом деле молодежь сталкивается. Вот это основная цель нам достать вот эти болевые точки и продумать план действий. А кто имитирует деятельность, молодежь или органы власти, вот тут у вас, кто имитацией занимается? Да, и те, и те, в зависимости от ситуации и конфронтацией, в общем, могут заниматься, в принципе, и те, и те, в зависимости от своего настроения, да. Вот это как раз тема первой панельной дискуссии у нас про смыслы. Да, и мы поговорим обязательно про ценности, вот касаемо вашего вопроса, про идеологию. Так получилось, что я получил в этом году педагогическое образование. А предмет? Или педагогика? Педагогика, да, дополнительное профессиональное образование в МГУ. И мои коллеги, которые со мной обучались, это были люди, как правило, за 40 лет, довольно взрослые, получающие вторую профессию, от федеральных судей в отставке до бывших военных отставных, которые участвовали в операциях в каких-то горячих точках. Аудитория самая разнообразная. На душе решили позабудиться. И студенты МГУ самые разнообразные всех факультетов, от географического, геологического до юридического и так далее. Так. И мы очень много дискутировали с коллегами, с преподавателями по поводу идеологии. И я, как человек, который занимается конституционным правом, постоянно пытался одернуть коллег и объяснить им, что у нас признается идеологическое многообразие по Конституции, это наша конституционная ценность. И давайте мы пытаемся конституционную ценность не задвинуть далеко куда-то, ее реализовать. И в этом смысле у нас есть иерархия конституционных ценностей. То есть у нас уже все есть, вот оно. Мы давайте будем придерживаться. Оно, может, кому-то не нравится, потому что оно подразумевает многообразие, соответственно, плюрализм мнений. И, в общем, это концепция отчасти либеральная. Но я вижу такие настроения в педагогической среде. Педагоги, конечно, страдают по своему статусу. Если в советское время он был предписываемый с точки зрения профессии, то теперь он достигаемый с точки зрения авторитета. Когда вы приходите в классы в школу, вам надо показать, кто вы и что вы, а не говорить, что я учитель, поэтому мне надо слушаться. И для молодежи это, если не вызов и проблема, то это точка конфронтации, безусловно. И для учителей тоже. И я хочу сказать, что у нас недавно было исследование Института воспитания Российской Академии образования. Оно совсем свежее. Оно было презентовано месяц назад, даже меньше. Мы про это тоже будем говорить. Много кто проходил... Продолжите, продолжите. Много кто проходил опросы Российской Академии образования, и там выявлялись ценности молодежи, это были и родители, и педагоги, и непосредственно сама молодежь. И там говорилось про общение и взаимоотношения, про отношение к родине, про отношение к собственному я, про отношение к окружающему миру, природе и про интересы, в том числе к труду и профессии. И вот около 80 тысяч школьников, 75 тысяч родителей и более 40 тысяч педагогов из всех 85 регионов прошли это исследование. Есть определенные результаты, и как государство планирует работать с этими результатами. Государство тоже говорит, отчасти, по крайней мере, это исследование, что есть определенная имитация. Молодежь говорит, мы патриотичны, патриотизм нам близок. Но что они в это вкладывают, или непонятно, или это не совсем устраивает авторов исследования, как я понимаю, исходя из выводов, которые они делают, и намечают план работы. И про это поговорить тоже очень интересно и актуально, как разные возрастные группы, так называемый конфликт поколений, можно по-разному к этому относиться, верить, не верить, но относятся к этой теме. И вот это исследование, оно отчасти в сокращенном виде, в виде презентации, опубликованной на сайте Института воспитания. Там можно увидеть, какая разница существует в подходах между школьниками и студентами, между родителями и педагогами. В педагоге самая консервативная, как мне показалось, часть исследования. Вот мой субъективный взгляд, да, эмпирический опыт мой личный, и исходя из прочитанного, и исходя из моей педагогической практики, как человек, который занимается и педагогикой, и андрогогикой, андрогогика это наука об обучении взрослых. Спасибо. На всякий случай, да. Я просто это вижу, да, педагогия одна из самых консервативных частей общества. Это закрытая довольно система. Вы же знаете, что в школу попасть очень тяжело. В школу, чтобы попасть иногда родителю, нужно, в общем, приложить немало усилий, просто зайти в школу. А, внутри, понятно. Да, закрытая система. Учреждения закрытого типа, да. И еще Фрейд писал про то, что четыре типа закрытых учреждений, тюрьмы, армия, психиатрические больницы и школы, они, в общем, они самые... Это непозитивно. Да, они... Но, увы. Звучит. Они сам, они не подвержены изменениям, они наиболее консервативны, и там наиболее всего угнетается личность в том смысле, что ограничиваются права личности, потому что закрытая система, туда тяжело проникнуть, да. И, конечно, не нужно быть членом общественной наблюдательной комиссии, чтобы попасть в школу, но все равно нужно приложить усилия. Ну, тут мы уже в чистую воды педагогику уходим. Интересные вещи, на самом деле. Да, я еще хотел спросить про авторитеты, вот Роман как раз, да, сказал авторитеты. А насколько сейчас, вот я не знаю, хоть хотелось бы понять, насколько сейчас в молодежной среде вот система этих авторитетов, конкретных успешных, успешных личностей, она играет роль? Современная молодежь, вот она, глядя на успешные практики, на успешных личностей, это вдохновляет ее что-то делать, проявлять активность? Или уже как-то вот все сглажено? Есть, я тут могу сказать просто опыту, разъездов по районам, вот мы в школу много ездим, и понятно, что молодежь, ну, в возрасте больше, в таком старшем школьном возрасте, им нравится сам образ успешного человека. А какой он сейчас этот образ? Ну вот статус какой-то, в том числе там статус, я не знаю, депутата, многие не понимают, допустим, статус члена молодежного парламента, для них это что-то серьезное, что-то связанное с чем-то высоким, с какими-то структурами, для них это уже как бы пунктик, что это действительно вот, на этого человека можно равняться. А те люди, которые ближе к центру, так сказать, у них просто планочка повыше к этим требованиям. Например? Ну, например, они больше разбираются, какой статус имеет значение, а какой нет. То есть не просто депутат, а депутат, который на постоянной основе работает, получает деньги, да? У него там есть помощники свои, потому что вот на примере нашего распустившегося, я знаю прекрасно, что есть люди, которые вот эту структуру использовали для дальнейшего продвижения. Так это вообще на самом деле, ведь это же так и должно быть, это так и должно работать. Поэтому, как бы, кто бы как к карьеризму не относился, но для кого-то это прям толчок какой-то общественной политической деятельности. Я тут не могу это порицать, просто это действительно кого-то побуждает к активной деятельности. И иногда из таких людей что-то хорошее вырастает. Поэтому, если молодежь за счет такой картинки успешного человека можно побудить к дальнейшим действиям, то почему бы и нет? Ну тут надо тоже понимать, что ведь цели, наверное, человек себе ставит не только в зависимости от той фигурной, которая равняется, но и в зависимости от воспитания, еще от чего-то. Условно, там можно хотеть быть депутатом для того, чтобы получать хорошую зарплату и с их отношением, а можно хотеть быть депутатом для того, чтобы помогать людям. Я понимаю, почему бы депутатов-то зацепили? Большинство из них у нас на местном уровне, они зарплату не получают. Они, как правило, бизнесмены и так далее. Ну слушай, ну мы с тобой говорили сейчас про примеры. Ну в советское наше с тобой детство все хотели быть космонавтами. Врачами, кстати говоря, многие хотели быть. Учителями. Милиционерами, безусловно. Милиционерами, конечно, да. Многие сейчас хотят. В 90-е годы нам всем рассказывают про страшные 90-е, всем расскажут, что все хотели быть, значит, братьевыми. Малиновыми пиджаками. Малиновыми пиджаками, да. И девушками, которые замуж выходят красивыми. Вот. Общество какой образ воспитывает, поддерживает, на него я в основном... Вот сейчас, если опять в тему образования мы уходим, возвращается эта функция воспитательного, образовательного. Я просто тоже педагог по образованию. Вот. И вопрос... Четыре педагога в студии. Какие ценности будут закладывать вот в эту систему? Потому что, начиная с детского сада, этим будут заниматься. Ну, я просто пять лет в детском саду отработала. И вопрос, а что они будут им рассказывать? Потому что в каждой группе там вот портреты кого надо, книжки с чем надо. И кто-то из педагогов просто, ну, вот есть они и есть. Я этим не буду заниматься, буду чем-то другим, какие-то другие задачи выполнять. А кто-то ведь действительно будет каждый пунктик отрабатывать. Но люди есть, во-первых, обязательно, во-вторых, есть люди, которые верят реально в то, что они рассказывают. Я могу даже сказать, что это уже дошло до частных детских садиков. Вот у меня есть на руках, значит, информация довольно проверенная относительно того, что в детском саду преподают чуть ли не военное дело. Значит, дети ходят, маршируют строем, это обязательно. Они сдают экзамен. Это в Кирове в детском саду. Это тяжело, конечно. Да, не буду называть это детский сад. Они сдают экзамен, вытягивают билеты. Дети 5-6 лет. Я не говорю про возрастную психологию и физиологию. Преподает им отставной военный полковник, по-моему. Может быть, я путаю в звании. Да, здесь не готов ответить, не помню. Точно, основной военный человек, значит, в форме. Я не знаю, имеет ли он педагогическое образование или нет. Вот он приходит. И девочки тоже маршируют, ходят в билете. Слушайте, ну я вам могу сказать, что я в своем садиковском детстве, конечно, очень хотела быть медсестрой. Вот. Соответственно, мои друзья по группе очень хотели быть солдатами. Вот. Это такие вещи, в которые дети, ну, в моем возрасте в том числе играли. Мальчики в войнушку там играли постоянно. Я тоже, я тоже, да. Вот. Но здесь вот история как раз с тем, что это обязательное. Совершенно верно. То есть не то, что ты хочешь, ты вот играешь или там этим занимаешься, а обязательная история. Ну, причем ведь мы не говорим, что это прям плохо-плохо. Нет, нет, нет. Тут же надо в контексте рассматривать. Нет, тут вопрос просто выбора. Есть ли выбор? Вопрос в том, что нет выбора, и даже некоторые родители узнали об этом постфактум, когда начались занятия. Да, то есть у людей были вопросы, а вообще что происходит, причем? Ребенок утром на завтрак что-то строевым шагом пошел там. Дочка, что с тобой? А у нас в садике занятия, да. Но с другой стороны, может, вот эти дети будут более дисциплинированы. Говорит, товарищ мать. Они, может быть, будут к экзаменам готовиться в ВУЗе потом по плану, а не так, как большинство студентов в последнюю ночь перед экзаменом. Ладно, убегаем на рекламу, вернемся и продолжим. Молодежный активизм между имитацией и конфронтацией. Такой не форум, не конференция будет проходить в Кирове уже начиная с завтрашнего дня. Два дня она будет проходить. Два соорганизатора. Роман Гараев, Анастасия Воробьева в нашей студии. 18 плюс возрастное ограничение. Но есть секции, где можно и помладше. Говорить будем, ну, понятно, про молодежную политику и про инструменты, скажем так, достижения своих целей. То есть мы про это еще хотим поговорить во втором часе, во второй половине разворота. Кстати, мы много поговорили про статистику, там приводили какие-то данные. А вот сейчас объективно известно, какой процент молодых людей реально интересуется и проявляет активность на благо других, последовательно создает какие-то проекты и так далее. Коротко, вот, Роман, есть какие-то статистические данные? Они очень противоречивы. Есть такая вещь, называется спираль молчания. И когда вам позвонят из социологической службы, попробуют у вас что-то спросить, не факт, что вы им что-то захотите рассказать и скажете... Защитный такой рефлекс. Да, что вы думаете? Это сегодня приобретает особую актуальность. Я могу сказать, что мне звонили с ЦИОМС, мы разговаривали 40 минут, и надо сказать, что под конец я настолько утомился, и такие вопросы были неоднозначные. А зачем, Роман, вы с ними разговаривали? Вы же могли сказать, что вы можете не отвечать, нет? Да, меня забыли предупредить о праве предусмотренной Конституции и не сидеть против себя, да, и отвечать на вопросы незнакомых людей. Я про другое. Журналисты же, например, обычно говорят о том, что я журналист, и им говорят, а вот, спасибо, извините. Ну вот мне сказали, что это займет 5-10 минут, и мне было интересно быть в качестве респондента, да, в ЦИОМ. Не часто звонит мне, поэтому я согласился и, в общем, потратил где-то около 90 минут. Но было интересно. Очень напряженно, да, и некоторые мои ответы не подходили. Девушка мне говорила, у нас нет такого варианта ответа, вы подумайте еще. Вот, это было гениально, это просто такой, вы знаете, оксюморон, я не знаю, можно какую-то сатирическую сделать из этого, юмореск какой-то, и, в общем, довольно любопытно. Поэтому здесь действительно... Ну, 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 по вашей вот личной оценке, на основе того, что вы знаете, читали, общались и так далее. Я думаю, что не очень большой процент. Не очень. Я думаю, что... Ну, каждый десятый, на вскидку. Я думаю, что процентов 10-15. 10-15, ну, примерно, да. Мария Черебных к нам присоединяется, редактор журнала «Человеческое измерение», уполномоченного по правам человека в Пермском крае, специалист по гражданскому образованию. Мария, добрый день. Алло. Алло. Алло, мы хотим вообще... Так, почему-то мы Марию не слышим. Слышит ли нас, Мария? А я вас слышу. О, отлично, спасибо. Ура, у нас разоконнект. Добрый день. У нас совсем немного времени, буквально 5 минут, и мы вот говорим о мероприятии, на котором вы будете, да, присутствовать? Да, я буду. Собственно, короткий, простой вопрос. Мария будет во второй день качестве? С чем едете, да, с каким кейсом? Про социальное проектирование, я так понимаю, что будет у вас, да? Второе, второе. Еду с алгоритмами, которые позволяют легко работать с разными проблемами. Научите нас прямо сейчас. Научите прямо сейчас, как с любой проблемой. Первое, конкретизировать максимально и сузить проблему из большой, ну, типа, как добиться активности молодежи в решении местных вопросов. Да, это же большая проблема, широкая. Ее нужно сужать, каких местных вопросов, какой молодежи, надо ли нам добиваться, то есть вообще, что значит добиваться, да, что мы будем делать, что мы можем делать, что мы уже умеем делать, чему нам надо научиться. Вот, ну, и так далее. Будем знакомиться с молодыми людьми с простыми эффективными техниками работы с проблемами. А, у меня сейчас такие ассоциации, да, вот мой мужчина прям желает добиться определенной женщины, да. Ответь себе, что ты конкретно от нее хочешь получить, да, ну, примерно так вот. Распредели, распредели. Ну, между прочим, да, можно и так на это посмотреть, потому что от того, что вы хотите конкретно получить, зависит, какими средствами вы будете пользоваться. Если вы хотите на ней жениться, это одна история. Если вам нужен легкий флирт, другая. Если вы дружить хотите до конца жизни, третья. Да, Мария, и насколько я понимаю, мы тут перед программой немножко с Романом поговорили, вы еще будете рассказывать о возможностях каких-то, ну, вот, инструментов, да, то есть можно, я не знаю, там, будете рассказывать, как можно привлечь финансирование, да, там, на осуществление каких-то своих проектов, еще что-то. Или нет, или я ошибаюсь? Ну, я больше занимаюсь вопросами переговоров, договоров и организацией разных солидарных действий, то есть как вообще найти партнеров. Ага, ну вот я про это и говорю, да, да, да. Да, 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 ну, то есть не всегда финансирование шире, про ресурсы, да. Да, то есть не деньги именно, а именно, да, где взять ресурсы на осуществление. Да. Ну, и помимо этого, Мария будет говорить, я думаю, про навыки публичных выступлений, подготовки речей, потому что... А, это очень важно. Маша имеет классическое филологическое образование, если мне память не изменяет, и она прекрасно в этом разбирается, и я думаю, что это будет одна из самых интересных частей нашей конференции. Это будет в субботу. Это будет в первом день. А, в первом день, то есть завтра? Да. Ну, то есть это вопросы презентации, самопрезентации, да, то есть действительно сделать вот эту первую встречу эффектным, эффективным, чтобы тебя запомнили и пошли за тобой. И как отвечать на вопросы, и как себя позиционировать в целом, мне кажется, больше про это. И как справляться с волнением, и как вообще подбирать наиболее эффективный материал, который от тебя готова услышать. Мы же часто, когда волнуемся, говорим много и лишнего. Конечно. Мария, а я хотела спросить, вот, ну, не применительно к теме выступления, а вообще мы тут говорим про молодежную политику, мы вообще много говорим про молодежь в Кировской области. А в Пермском крае как? Вот в Пермском крае пермская молодежь от Кировской сильно отличается, интересно? У меня было ощущение в 90-х, что пермики как-то поактивнее. У них там есть надпись «Счастье не с горами». Нет, это в Кировской области. Нет у нас уже «Счастье не с горами» на реконструкцию, но через какое-то время появится. Я думаю, если бы нечто подобное у нас в Кирове появилось, например, на набережной где-нибудь, да, возможно, это молодежь как-то настраивала на позитивный лад и добавляла веры в светлое будущее. Не знаю, не уверена. Не за горами. Не знаю, у меня было ощущение... Ну, вы знаете, я не думаю, что молодежь в Перме отличается от молодежи в Кирове. Я думаю, что среда, может, общественная несколько отличается. У нас здесь долгое время было очень много разных инициатив, очень разных, от экологических до политических всяческих. И вот это разнообразие, оно давало больше возможностей, как мне кажется. Тем более, что это была системная работа, то есть это были коммерческие организации, да, и Пермь все-таки это у нас миллионник. Нужно понимать, что действительно в Перми довольно есть известные коллеги и организации, которые работали, и в целом эта деятельность, она притягивает людей, в том числе из других регионов. У меня знакомые переезжали, например, в Пермь жить, поэтому мне кажется, что в этом смысле Пермь чуть действительно поживее будет. Кстати, Мария, проблема оттока молодых людей из Перми, она существует, она обсуждается, как-то пытаются решать этот вопрос? Она существует, конечно. У нас даже висят плакаты периодически, возникают на разных центральных улицах города, типа, будь патриотом, оставайся в Перми, работай в Перми, делай карьеру в Перми. Господи, меня бы это не остановило. Дискуссионных площадок на эту тему, в общем, особо нет. То есть такое затишье, можно сказать. Имитация, смотрите, как мы говорим на форуме, да, между имитацией. Историю про представителей из Приволжского федерального тоже вот её раскрутить, но в перерывах, если у нас всё будет успешно получаться, вот, тоже разницу эту почувствовать, потому что тоже, мне кажется, с Приволжского федерального тоже примерно один уровень активности молодёжи. Но, опять же, от условий зависит, у нас будет, вот, Пенза, Самара, получается, Сульяновская девушка из Перми, вот, в том числе и Мария ещё одна девушка. У нас из Перми очень много человек, на самом деле. Да, они удивительны. У нас как будто, да, филиал Пермского края в Кировской области. Будет. Спасибо, Мария. Спасибо. Да, мы тут уже бежим просто к завершению. Мария Черемных с нами на связи была, редактор журнала «Человеческое измерение уполномоченного по правам человека в Пермском крае», специалист по гражданскому образованию. Секция «Мария» будет завтра, про ресурсы завтра, а, и завтра, и послезавтра. Вот почему я запуталась. Да, я на два дня к вам приеду. Отлично. Спасибо. Спасибо большое за комментарий, да. С Марией пока временно прощаемся. Пара минут остаётся буквально, Роман, Анастасия, что по итогам? Вот пройдут эти два дня. Что вы хотите получить? Во что это воплотится? Мы хотим, во-первых, получить... Будет ли у вас резолюция? Которая будет направляться все органы государственной власти. Как это бывает очень часто, да. И в газете печататься, что очень важно, да, обязательно. Большим тиражом. Неофициальный, не форум постановил, и дальше, по-моему. Обязательно, обязательно. Или стопки с вертолёта. Да. Да. Ну, мы хотим, во-первых, я думаю, что этого хотят все участники устойчивого сообщества, чтобы коллеги могли друг другу доверять, обращаться друг к другу по каким-то вопросам. То есть это элемент... Комьюнити такое, да? Комьюнити сотрудничества. Я думаю, что это важно, особенно создать безопасную, комфортную среду для людей, с тем, чтобы они могли потом взаимодействовать, общаться, приезжать друг к другу, обмениваться какими-то анонсами и так далее и тому подобное. Это первое. Второе – это всё-таки социальное проектирование. Не просто как элемент теоретического знания, а как элемент практической деятельности. Мы планируем, что люди смогут в группы объединиться, выработать свои подходы к решению проблем. В краткосрочной перспективе, именно не говоря там в течение года и двух лет и так далее, краткосрочно. И мы попробуем помочь им реализовать эти проекты, в том числе с использованием наших каких-то возможностей, наших партнёрских сетей и так далее, с тем, чтобы люди могли по возможности получить какую-то поддержку, самую разнообразную поддержку, какая им потребуется, и посмотреть на результаты этой деятельности. То есть постсопровождение. Не просто два дня поговорили, разошлись, мы будем общаться дальше и в чате. Я думаю, что мы будем друг друга консультировать. Если люди будут реализовать проекты, будем им помогать. Будем стараться эксперта приглашать по профильной проблематике. Если это экология, будут экологи. Если это будет молодёжный парламентаризм, значит, бывший член молодёжного парламента, например, или специалист в этой области, или действующий. Если журналистика, то это будут, наверное, журналисты и так далее. И люди, которые принимают социальные коммуникации, они смогут эти проекты реализовать. Я надеюсь, что это поможет повысить качество жизни молодёжи в каком-то аспекте, хотя бы небольшом, в том городе, в той среде, в которой эти люди работают и живут. Я думаю, что это очень положительный эффект. Хорошая цель. Может быть. Хорошая цель. Так, нам всё, уже выгоняет нас звукорежиссёр. Сейчас важно сказать, да. Как вас искать. Ну, то есть регистрация ведь там нужна. А где можно зарегистрироваться? Всё верно. Вот как раз в телеграм-канале нашего независимого молодёжного парламента Навяткнёк. Давайте ещё раз произнесу. Навятки, запятая, ок, со знаком вопроса, да? Ссылка для регистрации, там место всё указано, можно будет посмотреть. И на нас в контакте как раз выйти. Отпись в Google форум, можно её заполнить. Всё. Ура. Спасибо. Ещё раз. 18 плюс. Ещё раз, да, напоминаем. Напоминаем. Нашим гостям спасибо. Роман Гараев и Анастасия Воробьёва в нашей студии были. Представляли мы сегодня не форум молодёжный активизм между имитацией и конфронтацией. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова